Я думаю, самое первое, это нужно поднять заработную плату всех работников образования, потому что когда учитель получает 40 тысяч, начинающий учитель 40 тысяч получает, на эти деньги работать невозможно. И зачастую, знаете, например, бывают такие случаи, я сама являюсь свидетелем того, когда учитель назначает платные занятия. И даже я могу об этом не знать, например, или там другой директор может об этом не знать. Но потому что просто не на что жить, понимаете, человек это вынуждает каким-то противоправным действием. Я, конечно, это не поддерживаю и не приветствую, но такова ситуация. Нужно в конце концов любой труд оплачивать достойно. Это первая причина. Второе, нужно выводить все-таки, все, что касается детства, выводить вообще из закона о госзакупках, когда выигрывает тот, кто назначает самую меньшую цену. И когда все это безобразнейшего качества, все отвратительное, плохие идут капитальные ремонты низкого качества, плохие идут приобретение мебели, как вы видели, и прочее. Значит, все, что касается детства, должно быть высокого качества. И каждая копейка, которую выделило государство, это немалые деньги, оно должно дойти до нашего ребенка. Потому что самое ценное все-таки, что у нас есть, это наши дети. Мы организовали, значит, несколько организаций объединились и образовали общественный фронт за развитие образования. И в скорость в ближайшее время мы уже направим к министру образования, ко всем Акимам лично, и всем начальникам управления образования письмо предостережения о том, чтобы они задумались о том, что делает ЕНТ с нашими детьми. И о том, чтобы не проводили сравнительные характеристики школ, не делали рейтинги. Потому что все это ведет к тому, что ученики на сегодняшний день на самом деле идет натаскивание, как вы и сказали. Не идет никакого развития функциональной грамотности или еще какой-либо грамотности. Идет просто заучивание фактологического материала. Все творческие, креативные дети, которые мыслят необыкновенно, которые действительно будущие ученые, искусствоведы, певцы и прочее, они не могут заниматься по такому стандарту. Такой стандарт может выдержать только, знаете, очень усидчивый и достаточно средний человек. То есть вот это единое национальное тестирование в нынешнем виде, в котором оно проводится, и в том жестком формате, в котором оно проводится, оно буквально разваливает наше образование. Должна быть такая процедура, которая сравнивает, не то что сравнивает, а которая выявляет слабые стороны в образовании. На сегодняшний день это то же самое ЕНТ, например. То есть если бы не проводилось, не было бы никаких рейтингов, а вот ребенок сдал ЕНТ, и это только его оценка. Он имеет право в конце концов на любую оценку. И родители сегодня говорят и директорам, и учителям с возмущением, говорят, прекратите нашего ребенка мучить. Нам хватит 50 баллов, мы готовы заплатить за его обучение дальше. Не ваше дело, сколько он наберет, понимаете? То есть уже в связи с этим экзаменом появилось такое противодействие между учителем, родителем и за нашего ученика. Вот такой вот механизм должен быть сравнительный, такой индикатор. Значит, если он будет именно индикатором, если после него не будет административных решений, если действительно придут, проверят вот что есть. И тогда уже можно выявить, а какие есть проблемы и решать их. То есть оказать методическую помощь, оказать материальную помощь, выявить правильную и работать над ней. Понимаете, это будет нормально. Тогда единое национальное тестирование может, например, оставаться, но там должен появиться другой формат. Там должно быть написание эссе, там должно быть рассуждение, понимаете? То есть форму разную можно сделать. Сама она, в общем-то, тут ничего плохого нет. И кроме того, если мы берем, значит, пример западного образования, да, как мы, вот, например, если вы сегодня будете сдавать IELTS или TOEFL для поступления в зарубежный ВОЗ, вы можете пересдавать этот экзамен бесконечное количество раз. Сколько вы захотите. В независимом центре, в британском центре вы пойдете, никакого КНБ там нет, никого нет. Вы придете, вам не понравился результат, вы пошли снова занимаетесь. Точно так же с ЕНТ сдал экзамен, оценки ему поставили, значит, тогда ЕНТ просто сдается для поступления в независимом центре. И пусть сдает сколько хотят раз, до тех пор, пока им эта оценка не будет устраивать. Ну вот, например, как Канада. Вообще все европейские страны, они не имеют ЕНТ. ЕНТ, подобие такого экзамена, есть только в развивающихся странах, в странах третьего мира. Значит, создается, понятно, какими государствами продвигается, и понятно, для чего. Поэтому наше образование разваливается, по сути. Значит, но, если есть единое национальное тестирование, значит, если оно будет иметь возможность, значит, ребенок имеет возможность пересдавать несколько раз этот экзамен сам, в любое для него нужное время, когда он не будет, как у нас вот сейчас, он сдал ЕНТ, и вот тут стоит масса народу смотрит на эти оценки. У ребенка, например, тройка, тут у него его любовь стоит. Для него это просто позор, понимаете? То есть, вот это чувство вины перед родителями, перед школой, перед всеми, оно ведет детей в пропасть, на самом деле. Значит, поэтому эта оценка должна стать оценкой этого ребенка, этой семьи, и так далее. Есть еще два вопроса. И знаете как, я вам про Канаду скажу. Значит, вот как там заканчивают? Заканчивают. И самая главная оценка ребенка – это его портфолио. То есть, наблюдение за этим ребенком. Все вложены грамоты, например. Он участвовал в общественной жизни, он участвовал там, сям. Он занимался, отдельно смотрится, волонтерской деятельностью. Он ходил в дом престарелых, он ходил в детский дом, помогал. Он ходил в больницу, там, например, санитаром где-то там помогал и так далее. Это очень оценивается. У нас же сегодня можно не ходить в школу, можно вообще ничего не делать. Сегодня дети в школе не хотят убирать за собой, они не поднимают за собой бумажки. Они не хотят убирать им зазорно, зазорно убирать во дворе. Значит, они вообще ничего не хотят делать. Они хотят только выучить вот эти пять экзаменов, пять предметов. И сдать их, и больше ничего им не надо. Поэтому сегодня не уважается ни школа, ни учитель, потому что мнение их никому не нужно. Если вы читали, наверное, вы читали этот договор, да, Болонского процесса, да? Вот там нет таких жестких условий, что ты вот именно введи вот это вот ЕНТ и все. Там говорится, вы должны, значит, вы не должны убить свое национальное, вы должны развивать его и так далее. И Болонский процесс, вступили мы в него для того, наша страна, для того, чтобы наши дипломы признавались в мире. Но я вам скажу, они и сегодня признаются, и раньше признавались. Наши дети сегодня очень востребованы в Россию, сюда приезжают совершенно бесплатно для нас. За свой счет Россия отправляет. Томский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радификации, очень такие серьезные возы. Иркутский государственный университет, значит, прибалтийские страны сюда прислали целый вояж, приехал набирать сюда. То есть у нас качество хорошее. Да, Германия берет от нас учеников, Китай берет, дают гранты, они нам верят, мы себе не верим. Давайте поверим в себя. Если у тебя есть попечительский совет, но полномочий он не имеет, он ничего, ни бюджет не может решать, не может обращаться в вышестоящие организации. То есть он абсолютно просто такая никчемная структура. Он должен обладать действительными полномочиями. Он должен стать соуправителем этого образовательного учреждения. Субтитры создавал DimaTorzok